А это еще кто? Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Орби. И как обычно мы просыпаемся в своей теплой постели. Это уже одиннадцатая глава, наш друг. Так, проходим дальше, Мафию 2. Но есть что-то необычное. Нам не звонят на телефон, нам звонят в дверь. Это очень странно. Сейчас я сразу переодену, сек. И пойдем уже разберемся, что от нас хотят. Эй, Вита, сто лет не видались. Опа. Ага. Сто лет. Чего тебе, Генри? Выпить. Возьмем мою машину. Чего это? Чего это ты хочешь выпить? Ты же будешь за рлем, да? Ну, конечно. О чем я вообще могу говорить? Хорошо. За руль, так за руль. И куда нам? Я думаю, ты уже в курсе, что Клемента убит. Слушай. Так, куда, куда, куда нам ехать? Ух ты. Ничего себе. Вита, я знаю, что Фалькон и к этому причастен. И я боюсь, что он захочет уничтожить то, что осталось от семьи. А мне-то какое дело? Ну да. Слушай насчет твоего ухода. Да, вашу мать. Умин ты с тобой скверно обошелся, да. Но он же получил по заслугам, верно? Мне на этого мерзавца плевать. Я бы, кстати, поработал и на Фалькона. То есть ты хочешь к нам присоединиться? Да, и раз уж ты на него работаешь, я подумал, может, ты бы замолвил за меня словечко. Да, конечно. Мы с Джо поручимся за тебя. Спасибо, Вита. За мной должок. Ну, он вроде нормальный чувак. Его бы можно было взять в команду. До или после того, как половину наших угробили. Ты часом ничего не знаешь о том, что случилось в отеле, а? Понятия не имею, о чем ты. Забавно, а то на стоянке грохнули приятеля Джо. Но я и решил, что это ваша с ним работа. Приятель Джо? О ком ты говоришь? Каким? Пацан, который все ходил к Фредди вместе с Джо. Микки. Майки. Как его там звали-то? Марти, что ли? Да, точно, тот самый. Голосочек, как у Мини Мауса. Ага, да, слышал. Так ты уверен, что вас там тогда не было? Точно уверен. Давай скажем так. Мы с Джо в тот день выполняли кое-какое поручение для босса. Это все, что я скажу. Знаешь что, мне-то без разницы. Но сделай мне одолжение, а? Да, конечно. В следующий раз придумай что-нибудь получше дурацких усиков. Вас, идиотов, за милю было видно. Слушай, а давай мы сейчас не будем об этом. И вообще не будем. Не переживай. Ты сделал то, что должен. Все-таки он нас спалил. У тебя было такое чувство, что ты выбрал не ту работу? Честно говоря, не было такого. Я только это и умею. И умею хорошо. Да. И по-моему платят гораздо лучше, чем какому-нибудь таксисту. Я подумывал убраться из города после этой заварухи в отеле. Но куда мне идти? Что делать? А вот потому я и пришел к тебе. Так я был твоей последней надеждой, а? Спасибо. А кстати, почему ты пошел ко мне, а не к Джо? Слушай, Джо надежный парень. Но лучше пусть меня порекомендует не он. Понимаешь, о чем я? Да. Тут с тобой не поспоришь. Преследую гонщика. Понял. Ну вот, спокойно поездить нельзя. Гребаная полиция. Задолбали они уже. Надо скрываться, че ж поделаешь-то. Уйди от меня нечистая сила. Опа, какая красотка, неожиданно. Теперь буду знать, что тут стоит такая спортивная точилка. Вот, что-то я весь город прям разнес. Ну, в принципе, ехать осталось чуть-чуть. Да что такое? Прости, бро, я немножко поцарапал твою машину. Что, заходим, да? Ну, что за фигня? Что происходит? Почему я не могу открыть дверь? Ага, вот. Эй. Привет, Вито. Мои деньги у тебя? Я всегда держу слово. Разве нет? Вот, держи. Не прогуляй, все сразу. Спасибо. Где Джо? Был тут, потом ушел. Злой был какой-то. Хотя в последнее время он всегда... Ну да, не винить же его. Послушай, мне надо с тобой поговорить. Да, это важно. Я занят проблемой с Винчей, он собирается на нас наехать. А я не знаю ни как, ни почему, я... Мне надо с этим разобраться. Да, думаю, тебе надо это знать. Ладно, выкладывай, только коротко. Один мой знакомый, он работал на Клемента. Он боится. Он не уверен, не начнем ли мы охоту на всех людей Клемента. Ну надо же, насколько я знаю, пока босс ничего такого не планирует, если только они сами не станут дурить. Ладно, так этот парень спросил меня, не мог бы он работать на нас? Да? Кто это? Он твой друг? Мы вместе работали на Клемента. Настоящий профи. Да? Ладно, скажи ему, пусть зайдет. Ну, вообще-то он уже здесь. Вот как. Ладно, давай его сюда. Эдди, это Генри Томасино. Генри, это Эдди Скарпа. Рад познакомиться, мистер Скарпа. Никаких мистеров. Для друзей я просто Эдди. Присаживайся, Генри. Так, Вита говорит, ты хочешь с нами работать. Да, я сейчас вроде как неудел, а все, что случилось, меня мало волнует. Разумный подход. Но сперва скажи мне вот что. Клемента и Винчи что-то затевают против нашей семьи? Ладно. Обычно я свой нос в такие дела не сую. Но как-то раз мы с Лукой Гурино были у Лео Галланты, и Лука все разорялся о том, что Фальконе занимается какими-то грязными делами, и с этим надо что-то делать. По-моему, он хотел настроить Винчи против вас. Ублюдок. Наверняка он про наркотики, хотя сам замешан в этом по уши. Он знает, что Винчи этого терпеть не может. Скорее всего, задурил старику голову. Так вот, почему он хочет на нас напасть. Мы должны ударить первыми. Опять? Слушай, Фрэнк миндальничать не будет. Сперва надо убрать Галланты. Без него Фрэнку конец. Лео? Я не хотел тебя в это втягивать, но никто другой с этим делом не справится. А теперь, я думаю, для Генри это отличная возможность показать себя в деле. Что скажешь, Генри? Ты готов? Если вы примете меня к себе, то да. Именно. Убери Лео. А ты что скажешь, Вито? Мне было бы куда спокойнее, если бы ты пошел с Генри для страховки. Но тебе не придется никого убивать. Просто отвези его туда, дождись и потом привези назад. Но если тебе это не по душе, я попрошу кого-нибудь другого. Что скажешь? Прости, Эдь, я не могу. Лео мне был как отец когда-то. Да, я понимаю. Похоже, Генри, тебе придется все делать самому. Если хочешь, возьми кого-нибудь в помощь. Но никто не должен нас заподозрить. Лео живет в Хайбруке. Ясно, не волнуйся. Сделаем сегодня. Ладно. Тогда до свидания. До встречи, Эдди. Хорошо, что ты привел его сюда. Даже если он напортачит на нас, не подумают. Я не думаю, что Генри провалит дело. Хорошо, хорошо. Ну что ж, Вита, на сегодня пока все. Но заезжай завтра, договорились? Да. До встречи, Эдь. Пока. Отлично. В банде пополнение. Плюс у меня три тысячи. Но, по-моему, нужно спасти Лео. А у нас нету подходящей тачки. Тачки, тачки, тачки. Так. Разбивать окно. Ну, давай, что ж поделаешь-то. Поедем на этот... Ох ты, вон там поехала какая-то красотка. Давай, 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 быстрей. Как она долго заводится-то, а? И заносит ее неслабо. Блин. Машина, видимо, уехала наша. Да уйди ты. Так, ехать нам далеко. Довольно-таки далеко, так что встретимся на месте. Ну вот, я почти доехал. Кстати, здесь рядом врач живет, если что. Вдруг кого пострелят. Но у нас время текает. Да я ж доехал. Выходи давай. Блин, время идет. Смотри, 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 быстрей. Быстрей, сейчас не успею, сейчас не успею. Твою мать. Успел. Лео. Лео, ты там? Как ты тут оказался, черт возьми? Проваливай. Лео, убери пушку. Это я, Вито. Вито? С чего ты вдруг ко мне заявился? Позвонил бы. Лео, нет времени болтать. Скорей собирайся. За тобой идут. Что? Пошли наверх, Вито. У меня ноги мерзнут. Выпить хочешь? Хочу ли я выпить? Ты что, совсем больной? Итак, что стряслось? Слушай, Фальконе тебя заказал. Сюда уже едут. Уходи отсюда. Что? Это еще с какой радости? Слушай, Фальконе узнал, что Винчи хочет его убрать, потому что Клементо наврал, что Карло торгует наркотиками. Наврал? Вито, Карло Фальконе торгует наркотиками. Все это знают. Клементо пытался выжить его с рынка, и Фальконе его убрал. А теперь он хочет и от нас избавиться, пока мы не приняли меры. Откуда ты это знаешь? У меня свои источники. Так зачем ты пришел? Зачем? У тебя что, склероз начался? Потому что тебя хотят убить. Хватит болтать, ради бога. Одевайся и поехали. А почему просто не завалить тех, кого послал Карло? Мы в лучшем положении. Они не знают, что мы их ждем. Я так не могу. Я знаю этого парня. Я ему работу и нашел. Что? Ты меня заказал? Нет, не совсем. Слушай, нет времени объяснять. Он вот-вот будет здесь. Ладно, жди здесь. Я оденусь. Черт, поздно они уже здесь. Дерьмо. Генри не должен меня видеть. Прячемся. Быстрее, пока он внизу. А Генри-то теперь на битой тачке. Я, кстати, могу отсюда выйти? Да. Сюда можно пройти. Но насчет выйти не уверен. Опа. Прям постылся. Поместимся. Ты что, сдурел? Куда поместимся? Так, вроде какие-то... Опа. Может, в душе спрячемся? Это не самая разумная идея. Эй, спрячемся под кроватью. Ты что, сдурел? О, вот и они. Что это ты тут делаешь? Все в порядке, Генри, без паники. Убери пушку и отошли своих ребят. Я все объясню. Парни, подождите на улице. Если я не выйду через пару минут, вернетесь за мной. Садитесь. Что за херня тут происходит? Слушай, Генри, Лео мой друг, понимаешь? Он помог мне в тюряге, считай, жизнь меня спас. И из-за него меня взяли в семью. Я честно не знал, что Эдди тебе его закажет. Пойми, я не мог его не предупредить. Да, но и ты пойми, что я не могу провалить это дело. Если я отпущу Лео, Фалькон и решит, что я его слил и прикончит меня. Нет, возьми, Генри, я же твой друг. Я бы для тебя то же самое сделал. Вито, дружба тут ни при чем. Это работа. И если я ее не сделаю, мне крышка. Я не могу его отпустить. Я взял контракт, его надо выполнить. Если не хочешь смотреть, уходи. И не беспокойся, я никому не скажу, что ты был здесь. Слушай, Лео мне сказал все из-за того, что Фальконе торгует наркотой. Он нарушает правила и хочет убрать всех, кто об этом знает. И что? Единственные, кто не нарушает правила, это Фрэнк Винчи и сам Лео. А деньги мне платят не они. Вито, спасибо за все. Но теперь уходи. Я прожил долгую жизнь. Не рискуй своей шкурой, чтобы подарить мне еще пару лет. Нет, Лео. Должен быть выход. Вито, иди. Прости, Вито. Я никому не скажу, что тебя видел. Главное, уйди незаметно. Главное, уйди. Ну, парень, ты мой должник. Что? Малыш. Лео. Хочешь выпить? Что случилось? Мы с твоим другом договорились. Я исчезну. После смерти жены этот город для меня все равно ничего не значит. Я давно хотел перебраться в теплые края. Отлично. А вот сначала давай уберемся подальше, пока твой друг не передумал. Генри молодец. Так. Пощадил старичка. А нам нужно его теперь отвезти на вокзал, да? Ну, как мне отсюда выйти? Какого черта? Или где-то... А, блин, твою мать. Леон, ну мог бы предупредить хотя бы. Я выбираю вот эту. Даже не думаю садиться в ту корыто. Ладно, Вита. Проводи меня на станцию. Погнали. Мне неплохо. Это типа Егор, наверное, да? Но пора и честно. Куда пижаме пойдешь? А как еще? Лучше живой пижаме, чем жмурик в шикарном костюме. Вот-вот. Золотые слова. Ты расскажешь об этом Фрэнку? Конечно, расскажу. Разъеделись. Но не волнуйся, твое имя я забуду. У тебя и так забот хватает. Спасибо, Лео. Так, а куда нам ехать? О, недалеко. Знаешь, все так усложнилось. Так быстро, понимаешь? Слик 8. Смотри-ка, где-то себе номера. Воу, пропустил полурод. Карло всегда был скользким типом, даже для нашей профессии. Я предупреждал Фрэнку сто лет назад. Ладно, и что дальше? Я исчезну, и пусть все идет своим чередом. Сяду на первый же поезд в Лост Хевен. Сделаю пару звонков, утрясу дела. А потом возьму билет и улечу туда, где тепло. Завтра в это время я буду сидеть на песочке и тянуть такой коктейль, знаешь, ну, с зонтиком. Если Карло меня заказал, то оставаться здесь все равно, что место в морге застолбит. Это не слишком? Ну, я все равно собирался на покой. Вот ты живешь до моих лет... Преследую гонщика! Ясно? Опять гонщика? Ладно, заплатим штраф, давай. Пускай в балет. Говорят, что он хочет услышать. Если хочет поиграть в крутого шерифа и побегать за Карло, пожалуйста, но без меня. Жаль только, что убьете кого-нибудь, если будете так водить. Платите штраф. Все, доволен. Вот, мы врачи. Сделай себе одолжение, и исчезни. Лучше себе сделай такое одолжение. А, кстати, машинку... О, еще один мент. А машинку-то я себе в гараж поставлю, однозначно. Ты просто все немного ускорил. И потом... Что еще мне было делать? Карбатиться в доках, как отец? Так, я не понял, где этот вокзал-то? Зачем круг делать? Кому ты это говоришь, мальчик? Так что ты будешь делать, Вито? Вот это нам нужно. Походит, что ты уже по шейку увяз. Понятия не имею. Я просто хочу срубить бабла побольше, и не остаться без башки в процессе. Ну все, приехали. Спасибо тебе за все, Вито. Только пообещай, что больше не будешь делать таких глупостей. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет. Хорошего отдыха, старина. Ну, видимо, все. Хотя, кто знает, сейчас доедем домой. Может, какое задание еще подкатят мне. Ну все, я доехал до дома. Так, припарковать в гараже. Ой, не-не-не, стой, подожди. Я зажал случайно. Все, машина теперь в гараже, отлично. Я в доме. Что ты тут делаешь? Вито, я не знаю, что делать. Я не могу вернуться домой. Не хочу его больше видеть. Эй, что стряслось? Кого видеть? Эрика. Мужа? Почему? Он бьет и гуляет все время. Погоди, он бьет тебя? Нет, но у него кто-то есть. Я точно знаю. Он тебя бьет? Иногда. Сукин сына убью. Нет, Вито, не надо прошу тебя. Я просто подумала, может, ты с ним поговоришь? Он тебя послушает. Я не знаю. У него есть друг. Где-то на Ривер-стрит. Обычно он у него сидит. Успокойся, все будет хорошо. Ну-ну, послушай, когда успокоишься, иди домой. Я поговорю с Эриком. Если этот мерзавец сегодня не придет и не извинится, позвони мне. Думаю, он придет. Хорошо, Вито, но умоляю, ничего с ним не делай. Не волнуйся, мы просто поговорим по-мужски. Идет? Вот засранец. Решил девушку, тем более жену ударить, да? Так, я забираю вот эту машинку. О, как раз по дороге есть мастерская. Смотри-ка, еще одна едет. Я думал, будет эксклюзив. Ты же такая же, да? Точно. Ну да ладно. Но в любом случае она мощная. Я ее однозначно оставлю себе. Будет с дороги, дурак. Сейчас надо будет начистить морду этой твари, чтобы больше даже не думал бить женщин. Давай, пусти меня. Как дела, сэр? Дела просто шикарно. Бампер сейчас отвалится. Рассказывай, чего надо. Так, ремонт. Сменить колеса. И сейчас новые колеса? Выбирай. Сейчас, 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 что-нибудь подберем. Давай, те же самые, почему бы и нет. Так, сменить номера, номера потом. Сменить окраску. Давай окраску пока оставим. Это тоже. А двигатель улучшим. Вот так вот. Шикарно. Ну и все. Уезжаем отсюда. Приятно иметь с тобой дело. Мощь. Зверь просто. Так, там теперь туда, по-моему. Да, точно. Какая пара просто. Мне такой, в реальной жизни, больше ничего не нужно. Представляешь себе такую классику по городу. С таким двигателем. С таким двигателем. Придет, заносит ее. Чуть-чуть нажимаешь на газ, и ее заносит. По-моему, я на месте. Да, вот. Пойдем-ка разберемся. О, простите, мое. Подвинься. Конечно, твоя вина. Думал, моя, что ли? Алло. Че, идем? Валый пса. Во сколько? Ца от маска щас. Во сколько? Все, давай. Давай. Ага. Ага, все, давай. Мег что, мег что, мег что, давай. Бегом Цаёрос пока. Бег Цаёрос пока. Сегодня, по идее, кроссфит, но я ни хрена не знаю, что делать. Сейчас посмотрим. Ага. Давай, давай, хорошо. Ну, да. Давай, короче, пока... Кроссфит пока, Цаёвый. На следующий сделаем. Там, качал, качал, Кёвый. Все, давай, короче. Давай, спину, плечи сегодня сделаем. Спину, плечи. Давай, 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 давай. Ну и где живет эта мразь? Сейчас я тебя достану, дура. Это нет? Нет, не то. Значит, выше. Тут уже кто-то кого-то цепляет. Открыто. Зажигает пополам. О, красавцы. Вот так, поняли, да? А флаг нужно ноги вытирать. Ну где ты? Фух. Пацаны с пацанами там сует, отлично. А вот и он. Эрик. Эрик, ты совсем охранил или как? Я занят, не видишь? Проваливай. Занят ты должен быть со своей женой, ясно тебе? Я тебе покажу, как бить женщин. Ох ты, ничего себе. На тебе. Думал, все так просто будет, а? Засранец, бей. Встань, я сказал. Я тебя уработаю, шкура. Вот так вот. Слушай внимательно. Еще раз тронешь мою сестру, на ремни порежу. Понял? Да. С сегодняшнего дня. Будешь сидеть дома, забудешь про доль, забудешь про выпивку. И будешь делать ее счастливой. И если я вдруг, вдруг узнаю, что она несчастлива, я тебя найду и закончу работу. Теперь ясно? Да. Так, ребятки, театр окончен. А с этим типчиком никто больше тусить не будет. Никогда. Или я вернусь и с вами сделаю то же самое. Всем ясно? Отлично. Разобрался. А теперь опять домой. Да что такое-то? Хотя может там сестра ждет до сих пор? Или уже конец главы? Ну отлично вообще. Дождь идет, а мы на кабриолете. Что может быть лучше? Офигительно. Ее просто несет. И боком, видел? Полностью в поворот боком. Сейчас, чуть-чуть осталось. Ой, пропустил поворот. Хотя здесь тоже можно повернуть, наверное. Да, точно. Хотя это пешеход. Ничего страшного. Так, вот же мой дом. Ну и че? Тут сестра ждет. Вита, это Франческа. Эрик пришел домой весь избитый. Ты же обещал, что ничего такого. Может подрался с кем-то? Сама знаешь, он связался с дурной компанией. Он попросил у меня прощения, Вита. Пообещал, что будет хорошо себя вести. Все в порядке. Ты же его больше не тронешь, правда? Как скажешь. Но если он тебя хоть раз ударит, он труп. Ты что говоришь, Вита? Я тебя не узнаю. Вообще, держись от нас подальше. Ты меня понял? Просто, просто держись подальше. Вот дура неблагодарная. Так, мне че, позвонить что ли надо? Ага, понял. Вы не знаете ни одного номера, бедный Вита. И что дальше? Может, лечь спать надо? Явно не здесь. Да, точно. Лечь спать. Конец главы. Ну вот, что за люди? Не дают поспать мне. Спокойно приезжаешь к тебе домой. Ложишься на кровать. Они приезжают и собираются сжечь твой дом. Что за погротый, а? Макароник, да? Значит, это не итальянцы. Опа, смотри, какое отражение. Игра, по-моему, 2010 года. Я не знаю. А отражение идеальное. Сейчас в играх 2017-2018 года такого не встретишь. Бред, да? Реально бред. Так, побежали. Быстренько, быстренько, быстренько. Вырубать вот эту падаль. Берем, берем, я сказал, пистолет. Да хватит мне стрелять. И бежим отсюда. Бежим, 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 Вита, бежим. Прячемся, прячемся. Один есть. Так, восстановилось немножко здоровье. И убегаем дальше. Они вроде отвернулись. Смотрят вообще не на меня, не в мою сторону. Так что, чё, шикарно. Их даже убивать не нужно. Хе-хе-хе-хе-хе. Ублёдки. Так, тут можно пистолет... В смысле? Они меня чё, видят, что-то? С автомата, шмаляю, смотри. Мне нужно какую-нибудь машину отработать. Господа хорошие. Не хотите ли вы мне предоставить автомобиль? Стоять, дядя. Вылазь нахрен. Быстрее вылазь, твою мать. Мне нужна твоя машина и одежда. Да, быстрей, Вита, быстрей. Всё, куда нам нужно? По-моему, к Джо, да? Только не говорю, что они сейчас прыгнут на машину и будут ехать за мной. Так, нам к Джо. Да, точно, к Джо. Карта, не знаю, почему, иногда не показывает. Но это мелочь. О, какая красотка. Это та, о которой мы затменили? Да что такое, твою мать? Мешают мне тут ездить по главной дороге. Я главный ездит по главной дороге, понятно? Вот так вот. Ну ты ж понимаешь, в чём я говорю. Да, музончик классный. Сейчас бы в те годы погонять на раритетах. Хотя тогда это не были раритетами. Весь урод. Так, это же не мусора, по-моему, таксисты, да? Да, точно. Сейчас к Джо заскочим. И, возможно, поедем кого-нибудь. Да что ты делаешь? Ты ж какого чёрта? ДТП, водитель хочет скрыться. Я не хотел скрываться. Это вообще-то он врезался у меня. Приследуем бонсика. Отлично едем, отлично. Вы видали, да? Тот мусорёнок нас не спалил. Это просто шикарно. Шикарно, моя бомбью. Только ты не врезайся у меня. Сейчас бы точно загребли бы. Давай, давай, давай. Ой, чуть-чуть не въехали. Ну, это уже неплохо. Главное, доехали живыми. Я думал, честно говоря, меня убьют. Там такая армия людей была. Уходи, давай. Бесят, дверь не открывается. Джо, блин, впусти меня. Я в труселях, мне холодно. Джо, мать твою, уже можно дверь открывать. Включать подогрев. Дать мне одежду, одеяло. Ну и чё-нибудь ещё. Водочки там вискаряй. Джо, ну, только не говори мне, чтобы не дома. Ну вот, видишь, спит, ублюдок. Давай, толстенький, открывай. Ну же, только б не валялся пьяный. Давай. Ещё и бухой, видимо. Попридержи коней, иду. О, идёт, красавчик. А ты ещё в одежде спишь, что? Ты что, жарил мясо в одних трусах? Да. Можно войти? А, да, да, конечно, дай я тебе налью. Наливай. О, это чё за сутенёрская квартира? Какого хрена? Мило, да? Это ещё что такое? Я тут обстановку поменял, что скажешь? Да уж, тут всё... другое. Да уж, точно, сам обставил. А зачем ему две одинаковые книги? Так что случилось? Вот, держи. Эти чёртовы психи-ирландцы. Что такое? Что они сделали? Убить меня пытались, мать их. Что? Испалили мой дом к чертям. Вот это да. И что дальше? Хочешь разобраться с рыжими прямо сейчас? А то. Ну да. Ладно, расслабься, выпей, а я пока кое-кому позвоню. И в шкаф ко мне загляни, если не хочешь воевать в одних трусах. Спасибо. Думал, ты не предложишь. Отлично, у нас будет одёжка. Ну, видимо, что-то в стиле Джоу. Ну да, конечно. Да-да, я знаю-знаю, но мне помощь нужна. О, смотри-ка. Сегодня куча ирландцев пыталась убить моего друга. Я могу взять свою одёжку. Они его тоже сожгли. Я хочу знать, кто они такие и где у них логово. Эй, если не скажешь, проблем у тебя будет в разы больше. Микки Десмонд. А, вот оно что, понятно. И где он сейчас? Да, ясно. Я знаю, где это. Понятно, спасибо. Куда мы едем? В Кингстон. Там ирландский кабак. Называется Зелёный Холм. Поехали. Ехали. Я только за. Двигая ляжки. Сейчас поубиваем этих рыжих засранцев. Накажем этих ублюдков. Отправляйтесь к Джоу. В смысле? Ты издеваешься? А, рядом с ним. Хорошо. Так, а тачку-то новенькую возьмём, наверное, да? Садись в машину. Не в эту же. Давай возьмём что-нибудь покруче. Так, есть вот эта спортивная. Наша красненькая спортивная, да? Вроде не битая. Давай возьмём вот это. Прям как настоящие мафиози. Садись, Джо, садись. Не стесняйся. Тачка наша. Аппарат. Надо его тоже затюнить. Если у меня деньги вообще есть. Ноль. По нолям все мои деньги сожгли. Ублюдки. Потому что я успел машину. Свою затюнинговать. Это круто, это круто. А, теперь понятно. А, Онил. Я помню, тот, который ублюдок в тюрьме был. Так, а ехать, в принципе, недалеко. Поехали, разберёмся с ним. Я про то же. Похоже, их осталось немного. Так что кабак можно взять с налётом. Застать их врасплох и все дела. Мне нравится план. Уроды, дом не спалили в чернях. Остынь, мы уже на подъезде. Видали, как она в дрифт ходит? Из неё реально может дрифтовую тачку сделать в эти времена. Вот куда ты едешь? Я же еду по главной, твою мать. Нет, ничего, я спешу. Таксисты все такие, по-моему, да? Наглые засранцы. Ну, не все, как бы. Большинство. А если ты таксист, который сейчас смотрит это видео, ты же не большинство. Я же верно говорю? Ну, едь отсюда, твою мать. Говнюк ты. Ну да, на задание ехать по такой песне вообще шикарно. О-о-о. Давай, детка, давай. Я в тебя верю. До сих пор дымок с колёс шёл, видели? Просто зверь, а не машина. Вот и копак, да? Ты что, да? Готов, Вито. Пошли уложим этих кретинов. Подожди, вот он. Пошли уложим этих ублюдков. Но у меня кроме револьвера ничего нет. Ты учти. Выбиваем в чёртовой бабушке дверь. Я ж говорил, я за ним гнался, но упустил. Убежал трус поганый. Но я его отащу и тогда... Это ты сбежал, четырёх лисников. А-а-а, чёрт ты. Ну ты нахал. Это да. Вау, да ты охренел. Шкуры беспонтовые, ты видел? Они меня чуть не вырубили. Откуда он стреляет? Я его не вижу. Один слева, да? Да, быстрей. Так, спокойно поменял крюки. А я сейчас второе очко проделаю. Где-то здесь ещё один. Давай, покажи! Я в него стреляю, а спокойно стоит. Как ни в чём не бывало. О, магнум. Магнум вещь. Его мы сейчас и возьмём. Dream, dream, dream. Шикарная песня для перестрелки. Просто волшебная. Автомат возьмём. Ну, сейчас я постреляю с магнума. У этого, по-моему, тоже автомат. А, ну да. М3. Сейчас все двери проверим. Если это возможно вообще. Здесь никого. Фу. Толканчики-то засраны. Куда собрался, а? Падла. Может быть, у них ещё есть? Держи, хотя бы. Вот так пойдёт. Садись за руль. Садись за руль. Ну да, это лучше, чем спать на Тахте. И потом я только что её купил. Раздолбаешь ещё. На Тахте спать. Ну что, полетела? Так, где это? А, ну. Не очень. Рядом с Джо. Ну, в любом случае, да, мы их вырубили. Это самое главное. Они не остались безнаказанными. Просто, чтобы покупать шматьё, костюмы, тачки, тёлок, дома. Переодеть без штанов и бабло тоже всё было в доме. Пообещал себе, что больше не буду, бедный. Не буду перебиваться, как отец. Да-да, я понимаю. Не дрейф, что-нибудь придумай. Пару секунд, и снова будешь на ногах. У тебя-то долбанный стакан всегда наполовину пола. Ну да, в принципе, столько копили. У нас было шесть тысяч. Шесть штук! Кончай насиловать, не так газа! И что? У нас их больше нет. Надо было все свои деньги на тюнинг потратить. Ты всех копов города решил за нами собрать? И всё. Мы тебя в закрепите. Машины-то в любом случае остаются, правильно? Они же в гараже. Нам сначала нужно Джо от них отвезти, да? Я как понял. Уоу! Увидимся, старина. Какого чёрта? Это она сама зарулила. Я клянусь. Я к убийству этой бабы вообще не причастен. К нас тут въехали. Тащу идиота в участок. Ага, сейчас ты меня оттащишь в участок. Подожди. Больше делать нечего по участкам сейчас кататься. Гуляй давай, дядя. Ну не крутись ты, а. Чёрт, сейчас бы уже ушёл от ментов. А она крутится. Дрифтовая точилка. Он её до сих пор колбасит. Ну хватит, отстаньте от меня. Ну пацаны, ну вы чё, блин? Глубокая ночь, я хочу спать. Мой дом сожгли, я убил несколько человек. Почему они не дают отдохнуть? О, моя машина вообще поехала. В смысле? За мной же сейчас никто не гонится. Так, я буду жить в китайском райончике? Круто. Хорошо, что они мне по рации там какой-то не передали. Это радует. Очень даже. Так, а куда мне? О, уже близко, совсем близко. И это тоже радует. А вот это уже не радует. Все нормально. Отлично просто. Ну вот и квартира, да? Вот и дом. Тут гаража, скорее всего, нету. Засмотрелся на дом и сломал машину ещё сильнее. А, ну вот. А, нет. Да где... А, вон он. Припарковать в гараже. По-моему, здесь нужно подняться нам. Ну и дыра же. А мне нравится. Были деньги на гостиницу. А мне нравится эта дыра. Неплохо. В общем, подождите-ка, подождите-ка. Тут где-то, возможно, есть какие-нибудь журналы, которые нам нужно собирать. Он что, с корабликами плавал? Купался. На, подожди, нет. Не спустите воду, я там... А, это про собак. А нам же журналы не про собак нужны. То же самое. В общем, нету здесь никаких журналов. На этом... На этом, на этом... Вот же мерзость. Мы заканчиваем. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok